Всем привет! Это то самое долгожданное разоблачение, точнее сказать, повествование о том, как в Хабаровске, в Хабаровском крае скупались паблики. Меня зовут Александр Каян и до недавнего времени был администратором самого крупного паблика в Хабаровском крае ВКонтакте. Это типичный Хабаровск. Ушел я туда по определенным обстоятельствам, которые многим известны, я им просто сейчас расскажу. Обычно для своих видео я записываю небольшие тезисы и подглядываю на них, чтобы не выходить от темы, но сейчас это просто невозможно. Поэтому я буду говорить просто все то, что мне известно, потому что ситуации менялись изо дня в день, это полный абсурд. Начну с самого начала, потому что иначе можно вообще не понять, да я сам до сих пор многого не понимаю. После первого тура пошел слух, что приезжают московские политологи в количестве от 12 до 25 человек, довольно серьезные люди, которые будут помогать в агитационной кампании кандидату от Единой России. Я не буду назвать ни одну фамилию, то есть кандидатов это не в их поддержку, я просто рассказываю о тех методах, которые используются в поддержку одного кандидата и в унижении другого. Да, именно унижение, потому что по-другому никак не скажешь. Вот, я расскажу только о том, что мне известно в интернет-пространстве. Итак, в Хабаровске очень много пабликов, как и во всех городах. В сферу интересов этих политологов попали все паблики, у которых подписчиков больше 30 тысяч. И всем пабликам было сделано предложение. Предложение такого рода, что они отказываются от агитационной рекламы кандидата от ЛДПР, их ее выкупают и пускают рекламу только кандидата от Единой России. Позитивные моменты, все, что там все делают. И вдобавок за дополнительную плату им предлагают выпускать какие-то провокационные материалы против кандидата от ЛДПР. Все паблики, все без исключения согласились на это предложение. Но потом там что-то переигралось. Там некоторые паблики отсеялись как бы за ненужностью, потому что суммы-то довольно-таки серьезные. У них появилась обида. Они слили информацию в ДВХ, которую вы могли видеть там с телефонными разговорами, как это все происходило. То есть, звонил курьер и предлагал. То есть, его разговор записывали. В принципе, с одной стороны, это бизнес. Так часто конкурируем между собой компанией Coca-Cola и Pepsi. Скупали там в магазинах козырные места, друг у друга рекламу перекупали. Но это Pepsi и Coca-Cola. А это политика, это жизнь людей. С одной стороны, мне кажется, так делать не совсем правильно. Но да бог с ним, это на их совести. Ладно. Позиция типичного Хабаровска до определенного времени оставалась нейтральной. То есть, мы держали рекламу от ЛДПР и также пускали рекламу от Единой России. То есть, вроде бы, как бы сохранили нейтралитет и свое имя. После того, как я договорился встретиться для интервью с кандидатом от ЛДПР, взял у него интервью. То есть, оно вышло, можете посмотреть на моем канале. Через час после интервью, то есть, я еще не успел ничего обработать, мне позвонил владелец и сказал, что интервью не публикуем, ничего с кандидатом от ЛДПР не публикуем, только от Единой России. Мой ответ был простой. Я не проститутка и не продаю свое личное мнение. Я ему сказал, что я ухожу из типичного и не буду публиковать, я расскажу все, что мне известно. Как бы на этом и договорились, кто пишет. После этого мне позвонили с пресс-службы ЛДПР и сказали, что мол, я молодец, мы хотим использовать ваш ролик по телевидению, показать его, чтобы показать, какие грязные методы используют наши конкуренты. Что, в принципе, логично. Ну, это действительно грязный метод и так нельзя делать. Это не конкуренция, это грязный метод. Я сделал пост, который всем известен, тоже многим, кому известен. И тут мне вечером позвонил курьер. Курьер, который брал деньги, передавал владельцам, через кого договаривались. И сказал, что мне не надо выпускать этот ролик, потому что у него могут быть проблемы. Ну, как бы очень странно. Мне плевать на проблемы, на его. Я сказал, что я не буду молчать и расскажу, что известно. Мне предложили назвать сумму, за которую бы я не выпускал этот ролик. Мол, после выборов, пожалуйста, а сейчас, как бы, вот, не надо. Я назвал сумму, чтобы просто от меня отстали. Сумма заключалась такая. Мне чужих денег не надо, я хочу взять то, что мне должен губернатор. А именно, я пять лет состою в программе «Доступное живьё для молодых семей». Пять лет. За эти пять лет моя очередь продвинулась с 700-го места до 500-го какого-то. Если надо, скрин приложу. Вот. Как бы, три месяца назад я пытался купить квартиру, которая стоит в Южном микрорайоне 2 миллиона 800. По этой причине мне положено субсидия в размере 40% от стоимости вторичного жилья. То есть, это, там, сумма в 1 миллион, 1 миллион 200. Я её и назвал. Мне чужого не надо. Вот это, как бы, моё. Я хочу это получить. Мне это положено. Ну, наверное, доживу, там, до 35 лет, да, там, сроки. И, вот, наверное, моя очередь подойдёт, там, в 36. Вот такая ситуация. Мне сказали, передадут эту сумму тем людям, которые занимаются этим всем делом. И они дадут ответ. Вот. Ну, естественно, 1 миллион 200 – это какая-то запредельная сумма. Мне сказали, что это шантаж. И делай, и делай, что хочешь. Потом мне уже донесли информацию с третьих лиц, что максимальная сумма, которую они могли мне предложить, 200-300 тысяч. То есть, суммы там немаленькие. То есть, например, один паблик в Инстаграме, который известен там большинству. Я не хочу тоже называть. Просто скажу, что у меня есть старший брат, и он очень большой. Вот. Есть ещё там другие паблики. Тоже известные всем. И им предложили сумму, граничащую с миллионом, может дать чуть больше. То есть, типично, по моей информации, 800 тысяч дали, чтобы перекрыть рекламу одну и другую рекламу. То есть, суммы там довольно серьёзные. Действительно, по моей информации, 20 миллионов потрачено для того, чтобы была информационная блокада кандидата от ЛДПР. И не пускать его везде, и поливать его грязью. Суммы действительно серьёзные. Каким же образом этим политологам удавалось переманить? Самое интересное, что вот эти все паблики в своих постах используют такие хайповые темы и идут против власти. То есть, показывают все косяки. Но даже личное мнение многих администраторов, которые согласились, это против Единой России. Но они соглашаются. То есть, по большому счёту, они продают себя. Продают своё личное мнение. То есть, их просто имеют. Это неправильно. Но я чисто по-человечески не понимаю. То есть, как можно отказаться от своих принципов за деньги. То есть, это проституция в чистом виде. Причём, моральная проституция, наверное, хуже, чем физическая. Мне так кажется. Как вообще происходит? За счёт чего им удаётся договориться? Итак, у нас есть такая структура, как там вбить всё. От законного до незаконного. Что же там происходит, я понятия не имею. Но мне сказали, как их удалось договориться с ними. Им сказали, что если вы не согласитесь, ваши паблики закроют. Там есть такие хакеры. Есть такие хакеры, которые могут делать всё вплоть до незаконного. И вас просто закроют через некоторое время, потому что вы отказались сотрудничать с нами. Самое интересное, что с владельцами пабликов договаривался курьер. Именно курьер. То есть, курьеру так передали, а он передал уже им. То есть, не конкретно те люди занимались. Все согласились, боясь потерять свои паблики. Все согласились. Причём, суммы не маленькие. К ним можно и... Владельцам паблика может быть даже, не знаю, странные претензии предъявлять. Хотя, с другой стороны, какая разница, взять рекламу от одних и взять рекламу от других. Примерно та же самая сумма. А вот далее пошёл чистый трэш-шак. Это правда. То есть, что тут произошло, я даже не понимаю. Итак, представители ЛДПР согласились взять мой ролик для того, чтобы показать его по телевидению там в губернии или что там, не знаю где. Рассказать. То есть, моё лицо. Я не скрываю себя. Я не скрываю, что мне известно. То есть, ко мне никаких претензий не может быть. Со мной может связаться любой человек, кто сомневается в моих словах. И я ему подтвержу. То есть, не знаю, хоть в суд подавайте. Я не скрываю, у меня есть все записи телефонных разговоров. Я хоть курьеру и обещал не записывать телефонный разговор, но перестраховался. У меня есть все записи. Поэтому довольно-таки интересно. ЛДПР говорят, что они возьмут мой ролик, но вечером отказываются от этого. По причине того, я сейчас попытаюсь озвучить эту причину. Это довольно сложная причина. Я даже, мне в голове она не укладывается, но они подтвердили это. Да, сказали, это так. Итак. Они не хотят использовать мой ролик с разоблачением, потому что эту информацию, где я рассказываю обо всем, что мне известно, могут использовать против них. Потому что у представителей Единой России, как мне сказали, очень большой ресурс. И они могут все переиграть. Они скажут, что ЛДПР специально купили все паблики, именно они купили, чтобы они заблокировали рекламу о кандидате своем, пустили положительную рекламу о чужом кандидате. И одновременно поливали своего кандидата грязью. Гениальный ход. А потом это все разоблачить. Это настолько абсурдно звучит, но да, согласились, сказали так. И в итоге я оказался в какой-то ситуации. Вообще зачем я это делаю? То есть если это не надо даже одним, то есть в чьи интересы я хочу представлять, потому что это грязные методы. Я против такого низкого. Это люди, это наша жизнь, политика, это наша жизнь. И даже те люди, которые заинтересованы в этом, отказываются. Просто такое сумасшедшее. Ты не понимаешь вообще, что тебе делать теперь. Да, абсурдно. Вдобавок ко всему, по моей информации, я даже не знаю, как это сказать. Может быть это что-то такое страшное сейчас скажу. Мне иногда даже, честно сказать, иногда страшно за себя, за свое будущее. Мало ли что может случиться. Это правда. Куда я ввязался, я не понимаю. Например, человек, который занимался скупкой пабликов, то есть давал деньги курьеру, который договаривался уже с владельцами пабликов. Этот человек, который давал деньги, его видели в компании в нерабочее время, там где люди отдыхают, с человеком, который является представителем ЛДПР. И не последним человеком в этот момент он передавали деньги курьеру. То есть вот примерно так. Я просто обескуражен. Вы представляете, что вообще происходит? Нет? Я не представляю. Это какой-то абсурд, сюрреализм. Куда я ввязался? Куда, за что вообще? Какие идеи представляю свои личные? Да, мне себе не стыдно посмотреть в глаза теперь. Я не купил, не продался. Но какие идеи представляю? Это полный абсурд. Тем более после недавнего заявления по телевизору, я вообще не понимаю, что происходит. Мое мнение, что просто народ имеют, конкретно имеют, и что творится, я не понимаю. Ну, по большому счету, добавить нечего. То есть, в конце будет самый интересный момент. Я включу диалог с нашим. Это по первой кампании. То есть до первого тура выборов, когда покупали у нас рекламу от Единой России, какие условия нам ставили, просто абсурд. Я хочу подытожить, сказать, что да, покупались паблики с определенной целью. С целью блокировки рекламы одного кандидата и запусканием рекламы другого кандидата и еще поливать грязью. Да, это факт. У меня есть все телефонные разговоры, которые со мной велись. Но это для моей личной безопасности и подтверждения слов. Я не знаю. Вот так. Вот теперь слушаем разговор. Это вот перед первым куром. Привет. Один из клиентов по политике хочет оставлять комментарий поста, ну, за который они заплатили. Положительные. Ну, там, то есть похвалу написать. Вот. И ты их заблокировал. Ну, и мне звонят на телефон и спрашивают, ну, а что случилось, почему вы блокируете? Я говорю, ну, потому что администратор наш, у него есть проблемы, а люди думают, что он публикует и потом ему в личку пишут угрозы. В том числе физической расправы. Вот. Она, это, ну, клиентка говорит, что, ну, давайте так, вы говорите, аккаунт разблокируйте, чтобы мы могли писать. Вот. Писать будем что-то позитивное в комментариях. Вот. А если какие-то угрозы будут, то пусть он напишет нам и мы уже будем вместе с полицией писать заявление и этих людей вычислять и привлекать к ответственности. Все такое будет. Список там был из 10 человек, которые заблокировали, но неправильно там делать. Политика, это не продажа трусов, там, где положительные комментарии нужны. Политика, это жизнь. Это наша жизнь. Это жизнь людей. Нельзя так делать. То есть, я не хотел выпускать этот разговор, но все, что происходит в агитационной программе, это такое говно и такое грязь, что, не знаю, я просто поражен. Я поражен, действительно, это просто шокирующий какой-то момент для меня. Я в шоке. Я считаю, что это нечестная борьба. Так нельзя вести себя. Это очень грязно. Мне стыдно в таком участвовать неправильно. Я думаю, что народ тоже меня понимает. Кстати, всем спасибо за слова поддержки, которые мне пришло за это время. Это были огромные вообще. Мне 500 сообщений наприходило буквально за 3 дня. Всем огромное спасибо за какие-то такие слова поддержки, что мой паблик нетипичный Хабаровск теперь развивается благодаря вам и кто меня поддерживает. Это огромное спасибо. Ну и всем спасибо за внимание. Всем пока подписывайтесь на мои каналы. Я продолжу рассказывать о том, что известно, как бы подписка. Не знаю, можете мне помочь как-то, что это может резонанс какой-то будет. Я реально не переживаю за себя. Я думаю, вы меня прекрасно понимаете, что тут эта оплошность представителей, которые всем этим занимались, что у них не получилось заткнуть всем рты и все бы молчали. Да, вот не такой человек. Вот не получается. Часто у меня из-за этого проблемы. Я очень надеюсь, что у меня сейчас не будет из-за этого проблемы. И только благодаря такому особому вниманию со стороны общественности я хочу этого избежать. потому что не думаю, что настолько может быть глупость этих людей как-то мне навредить. Потому что угрозы такие плавненькие были. То есть мне говорили не делай роли, подумай о своем будущем. То есть они-то намеки были и мне реально немного страшно. Поэтому я очень буду благодарен за распространение этого видео, за подписки. То есть ни в каких-то коммерческих целях деньги меня не интересуют. Всем спасибо. Спасибо.